Привет, дорогие друзья! Я всех приветствую у себя на канале. Я всем очень-очень рада. Добро пожаловать в Канаду. И сегодня у нас видеоболталка на такую тему возраст. Я, может, если кто не знает, мне 55 лет, я взрослая девочка уже, и говорить о возрасте, возрастных изменениях и вообще о том, какой возраст я считаю самый лучший в жизни, я имею полнейшее право, потому что я уже в таком возрасте, что я могу уже как бы сравнивать и оценивать. Я сразу скажу, что, на мой взгляд, вот возраст за 50, в отличие от мнения, может быть, многих, это замечательный возраст. Я, вот, находясь в своем возрасте, ощущаю себя настолько комфортно и хорошо, что я, вспоминая вот себя в прошлом, мне кажется, что так комфортно и хорошо, я не ощущала себя ни в одном своем десятилетии. Во-первых, я хочу сказать, что, естественно, в возрасте за 50 человек, если, конечно, он здоров, и все с ним хорошо, я имею в виду именно физическое здоровье, ну и моральное, конечно, ментальное, то если человек физически здоров, он еще крепок, полон сил, и у него как бы существуют абсолютно все физические способности и возможности человека, которому 30 и которому 40. Я, если честно, вот, фу-фу-фу-фу, постучу по дереву, чтобы не сглазить. Не чувствую в себе вот какого-то состояния усталости, какое-то вот состояние того, что ничего не хочется делать, нет энергии, нет сил. В принципе, в этом возрасте этого не должно быть. Если вы физически здоровы, то ваше состояние, энергетика ваша должна быть абсолютно еще на уровне 40-летнего человека. На мой взгляд, вот по моему опыту ничего не изменилось и не произошло со мной такого, что я могу сказать, что вот кроме как сидеть на диване и смотреть телевизор, мне больше ничего не хочется. Мне очень даже хочется. Больше того, я скажу, что я свой тип-канал-то открыла, когда мне было за 50. До 50 у меня как-то вот не было вот этих желаний, позывов делать что-то новое, что-то такое необычное в своей жизни, что-то начинать. Понимаете, вот я была, мне кажется, более неуверена в себе. И поэтому вот какие-то вот такие вот телодвижения, типа открыть свой YouTube-канал, мне как-то даже было не по себе и не очень как бы этого... Я не ощущала себя комфортно вот так вот сесть перед камерой, что-то рассказывать, что-то показывать, крутиться перед зеркалом примерочной. Я как бы стеснялась, мне как-то это было не совсем... Я не нравилась себе, мне не нравилось, как я выгляжу. А вот. То есть, в принципе, ну вы понимаете, о чём я говорю, да? И мы... И это как бы... Я сейчас хочу сказать про это не в плане физического здоровья, а именно в плане вот изменения в вашем понимании жизни, ощущения жизни, которые, по-моему, после 50 вот приходят к человеку, что не надо стесняться, не надо больше переживать о том, что скажут окружающие. Я не могу сказать, что я совсем не переживаю. Я, конечно, переживаю о том, что скажут окружающие. Я пытаюсь выглядеть, ну, нормально, респектабельно, красиво. Это же всё делается не только для себя, конечно же. Это же делается ещё для тех, кто меня окружает, людей. Я пытаюсь не выглядеть глупо, я пытаюсь выглядеть образованно, интеллигентно, ну, как любой нормальный человек. Я не могу сказать, что после 50 мне вообще абсолютно-абсолютно всё равно, что мне подумает окружающий. Нет, мне не всё равно. Но мне намного меньше, как бы, это имеет для меня значение, чем до какого-то определённого возраста. То есть наступает какой-то период в вашей жизни, что вы начинаете думать о том, что вас волнует намного больше, чем о том, что о вас подумает кто-то рядом. И даже вот начиная свой канал на YouTube, я сначала, для меня это было вот перешагнуть через себя, ходить с телефоном снимать, потому что у нас это не принято в Канаде. Если честно, я, кроме меня вот вокруг, я не вижу, что бегают люди там и сильно что-то снимают, понимаете? Вот нет, у нас как-то это не очень. Люди смотрят, люди с таким немножко с напряжением, с удивлением, с каким-то таким, знаете, с опаской смотрят, почему их снимают, почему, что вообще происходит. То же самое в магазине, когда я примерочно захожу и начинаю что-то примерять, я же что-то говорю. Зачастую говорю очень громко, потому что музыка гремит, мне надо её перекричать. Я понимаю, что в соседней кабине меня слышат, и продавцы, возможно, меня слышат, когда я снимаю. И в самом начале меня это очень беспокоило, что я, ну как-то я выгляжу странно, я выгляжу каким-то фриком. Почему-то я в кабинке примеришь, не сама с собой разговариваю, правда же? Но постепенно это ушло. И я сейчас как бы не особо обращаю на это внимание, но я стараюсь, конечно, с камеры там никому в лицо не совать её особенно. И стараюсь как бы так, когда я снимаю, чтобы это не было очень видно, что я снимаю, потому что люди как бы так немножко с опаской смотрят на человека, когда их снимают. Но я хочу сказать, что мне кажется, что вот 10 лет назад я бы не смогла переступить этот порог. А вот сейчас смогла, вот после 50 я смогла переступить этот порог неудобства, стеснения, какого-то такого состояния, что вы отличаетесь от других и на вас смотрят как-то как на странную женщину. Но вот сейчас мне как-то вот, честно говоря, не очень меня это беспокоит и не очень меня это волнует. Я считаю, что это функция вот моего возраста, что я уже как бы немножко, ну, перестала париться, что называется, о том, что во мне подумают окружающие люди. Париться настолько, чтобы это явилось препятствием каких-то вот моих действий, там, типа съёмок или что-то такое. Финансовая составляющая, я хочу сказать, это, по-моему, это очень важно, что в возрасте после 50 человек, как правило, ну, разные бывают ситуации, у всех, конечно, по-разному, но в большинстве своём люди уже довольно финансово обеспечены, сделали карьеру, построили дом, посадили дерево и вырастили сына. В моём случае я лично, я немножко, у меня ситуация отличается, вот, я ещё не совсем вырастила своих сыновей, вернее, одного старшего, самого старшего я уже вырастила, а двоих младших моих сыновей, они ещё оба до сих пор учатся в университете, в колледже, за это надо очень много платить. В Канаде это довольно дорого, и вот это как бы финансово немножко меня останавливает, в том смысле, что я не могу себе позволить абсолютно всё, что мне хочется, вообще, ну, в качестве путешествий, в качестве покупок и так далее. Хотя я работаю, и мой муж работает, но вот дать детям высшее образование, это довольно дорогое удовольствие в Канаде. Ну, это лично моя ситуация, потому что я вышла замуж второй раз довольно поздно, и детей родила довольно поздно, поэтому у меня дети ещё относительно маленькие, относительно вот моих друзей и знакомых, потому что у 90% моих друзей, которые находятся в моём возрасте, у них уже дети взрослые, они уже выучены, выданы замуж. Ну, в общем, как бы совершенно не зависящие от родителей, и они, друзья мои и знакомые, абсолютно финансово никому же ничего не должны, и абсолютно прекрасно живут и путешествуют, в общем, получают удовольствие от своей жизни по полной, потому что зачастую, как бы, финансовая составляющая получения удовольствия, она очень зависит, то есть вы можете делать всё, что вы хотите, тогда, когда финансово вы можете себе это позволить. Как правило, тем более позволить это с комфортом, с удовольствием, не то, что там в палатках по Лисамска Катя, а поедать в хорошую гостиницу, в хороший отпуск дорогой, в Европу, на Карибы и так далее. Ну, то есть, в моём случае это не совсем так, но, в принципе, теоретически, уже совсем скоро я приду к этой ситуации, когда я доучу своих детей, и этот тяжёлый груз спадёт с моих плеч. Возвращаясь к детям, я хочу опять же сказать, что дети выросшие, дети, вы не должны, как бы, думать о том, что вы не можете оставить одних детей дома, если вы хотите куда-то поехать или куда-то пойти. Вы абсолютно свободны в своих решениях, в своём выборе, вам не нужно думать о том, что, собравшись в отпуск, вы должны либо куда-то пристроить детей, либо тащить их с собой, это всё усложняет, это сложно, это неприятно. Ну, опять же, любой выход вечером, не знаю, в театр, в ресторан, к друзьям, встречи, у вас настолько развязаны руки, я как бы вот ещё до сих пор это помню, опять же, повторюсь, потому что мои дети ещё не очень взрослые. И, ну как, 21-18. Но я ещё помню очень хорошо время, когда я мечтала о том, как они уже, когда они уже, наконец, вырастут, и мы сможем оставлять их одних дома и не думать о том, что любой поход должен быть сопряжён с тем, что нужно искать няньку, платить ей деньги, это всё очень сложно. А дело в том, что у нас в Канаде детей одних оставлять дома нельзя до 12 лет. Да, то есть в 12 лет их, в принципе, можно оставлять дома одних, но имеется в виду в том, что, ну, если лечите там походе в ресторан, то это 12 лет, если вы куда-то хотите уехать на неделю, вы тоже не оставите 12-летних детей одних дома, вам нужно куда-то их пристраивать. А уже когда вы взрослый человек, 50 плюс, и ваши дети выросшие и взрослые, то у вас эта проблема отпадает сама собой. И вы, конечно же, абсолютно распоряжаетесь собой, абсолютно свободны во всех своих решениях, и, ну, вообще абсолютно свободны. То есть мои так уже вообще и сами себе готовят, и мне даже не надо... Ну, не всегда, конечно, я готовлю, но если мне вот нет-нет, некогда, нет времени, и мне нужно куда-то пойти, или я хочу куда-то пойти, то нет проблем, они могут сами себя покормить, и, в общем, разогреть, приготовить как-то яичницу. То есть, в общем, довольно... В этом смысле как бы проблем нет. Еще один момент, который я бы хотела вот в этом смысле отметить, что имея какой-то жизненный опыт, а к 50 плюс годам, вы, как правило, уже имеете достаточно жизненный опыт. Все-таки жизненный опыт уже накоплен за столько лет. Вы можете более адекватно оценить ситуацию, в которой вы находитесь, не делать ошибок, которые вы бы сделали, может быть, еще 10 лет назад. Уметь принять правильное решение в ситуации какой-то сложной в жизни, вот чем старше вы становитесь, тем более верное решение вы принимаете в каких-то сложных, ну, судьбоносных, так скажем, решениях. Это касается всего. Это касается карьеры, это касается личной жизни, это касается вложения денег, это касается очень многих вещей в вашей жизни. И вот это приобретение жизненного опыта, я считаю, что это одно из самых важных преимуществ взрослости, так сказать, возраста 50 плюс. То есть вы уже не мечетесь, не зная, что вам делать в какой-то такой сложной ситуации. Вы, в принципе, уже прожили много ситуаций в своей жизни, но достаточно для того, чтобы понять, что вам нужно делать в какой-то момент, когда у вас происходит решение каких-то сложных проблем. Ну, то есть, в общем и целом, я хочу сказать, что вы человек после ваших 50 лет, вы человек более уверенный в себе, вы человек более устойчивый, вы человек более понимающий, что вы хотите в этой жизни, что для вас хорошо, что для вас плохо, что вам нужно, что вы любите, что вы не любите, что вы хотите, что вы не хотите. Вы меньше зависите от мнения окружающих, вы меньше зависите от того, что вам скажет даже ваша семья или ваш партнер. То есть вы, в принципе, сам себе режиссер, потому что вы уже взрослый человек, и вы можете, так сказать, за себя постоять и можете объяснить другому человеку, что для вас это хорошо или для вас это плохо. Все, что я сейчас говорю, это не на 100%, конечно же, не на 100%. Я про себя тоже могу сказать, что есть, конечно, какие-то моменты в жизни, которые я еще не могу 100% сказать, что я делаю, что хочу, ни от кого не завишу, мне не нужно никого спрашивать. У меня есть очень много моментов в жизни, что я делаю совсем не так, как я бы хотела, но я должна сказать, что их намного меньше сейчас, чем их было до какого-то определенного возраста. Про внешность я хочу сказать. Девочки, я глубоко убеждена, что в наше время при современных средствах уходовой косметики, инвазивной, массажей, при том, что есть YouTube, который объясняет, как и что нужно делать, при том, что есть очень хорошие косметологи, при том, что есть миллион возможностей выглядеть хорошо на свой возраст, косметика великолепная, ну, абсолютно все есть для того, чтобы женщина после 50 лет выглядела достойно и хорошо на свой возраст, не выглядела бабкой, не выглядела теткой, не выглядела непривлекательно. Ну, то есть, мне кажется, что в этой ситуации нужно только желание, потому что сейчас столько есть возможностей, причем, опять же, повторюсь, на разный вкус и на разный кошелек. Если вы не признаете уколы красоты, то вы найдете миллион лекций о том, как с помощью массажа добиться каких-то успехов, как с помощью косметики добиться каких-то успехов со своим лицом, понимаете? То есть, в этом смысле, я считаю, что в наше время возраст за 50, это вообще даже не малейшим образом является каким-то приговором того, что вы уже тетка, и все уже надо сложить лапки, и ваша женская сущность как бы может уже где-то спать очень глубоко внутри и не проявлять себя никаким образом. Кстати, это касается и одежды, что в наше время после 50 совершенно не обязательно одеваться, как принято, потому что сейчас, по-моему, вот это вот как принято, во-первых, очень сильно растянулось, во-вторых, принято, перестало быть уже чем-то, что принято, потому что уже все изменилось, и, как говорят, 50 – это новые 40, а то и новые 30, ну, я сейчас, конечно, загнула, но... и намного меньше каких-то ограничений, намного меньше каких-то запретов, нельзя, можно, положено, не положено, то есть все зависит от вашей внешности, вашего желания, вашей фигуры, и насколько вам комфортно носить какую-то одежду, во всяком случае в стране, вот в которой я живу, в Канаде, мини носят до 70 лет, и старше, и вы можете увидеть на улице очень пожилую женщину с очень грустными коленями, которая идет в коротких шортиках, и пофиг ей все, понимаете, поэтому вот в этом смысле я считаю, что тоже тут как бы возраст не помеха ни для чего, я, наверное, даже бы сказала, что я сейчас говорю не столько, не только о возрасте за 50, но я говорю о возрасте за 50, вот в наше время, потому что в принципе, конечно, это очень все изменилось по сравнению с тем, вот я даже помню мою маму, и на моей памяти еще, как бы женщина в 55, это уже была пенсионерка, бабушка, которой в жизни ничего не нужно, нужно воспитывать внуков, и уйти на пенсию, и сидеть на печке, так сказать, но вот сейчас это абсолютно, абсолютно все по-другому, поэтому я, да, наверное, должна добавить, что прекрасный возраст 50+, он еще и прекрасен именно тем, что мы живем в такое время, когда в 50+, можно чувствовать себя молодой, желанной, красивой, задорной, ходить на танцы, носить короткие юбки, длинные волосы, как вы видите, престарелая русалка, как часто мне говорят, и не париться о том, что есть какие-то правила и какие-то предрассудки, которые, в общем, очень-очень сильно раньше влияли на наш образ жизни и на нашу внешность. Ну что, я, по-моему, ничего не забыла, может быть, я что-то забыла, я хотела сделать записки, но не стала, вот, знаете, так села и стала говорить просто вот по наличию, без шпаргалок и конспектов, может быть, что-то и забыла. Все, дорогие девочки, надеюсь, что вам было интересно и приятно послушать мое видео, я надеюсь, что вы со мной согласны или не согласны, это совершенно неважно, и если вы со мной не согласны, вы можете высказаться в комментариях, если вы со мной согласны, тем более, я вас приглашаю высказаться в комментариях. На сегодня все, люблю, целую, всем привет из Канады, с вами была Дита, пока, пока, бай!